Привет моим друзьям и подписчикам, привет всей Украине, особенно привет моему округу, по которому я иду баллотироваться. Это 160 округ, это Конотоп, это Кролевец, это Шостка, в которой я сейчас сегодня нахожусь. Сегодня будет очень интересное видео, я назову его свой среди чужих, чужой среди своих. Ну и начну с того, что для того, чтобы понимать, кто твои оппоненты и что они из себя представляют и кого они из себя представляют, нужно общаться с людьми, что я и делаю, нужно смотреть обзор интернет-прессы и также нужно делать обзоры местной прессы, местных газет. Скажу так, регион очень веселый, регион очень сложный. Здесь идет, я уже объявлял, враг номер один мой, это Владимир Пилипейко, который идет от жопа платформы за жизнь. Это Медведчук Рабинович, пропутинская политическая партия, которая в принципе в Украине хочет сделать то же самое, что в 2014 на Донбассе, в Крыму и так далее. И вот начинаем обзор прессы. Город завален вот таким вот дерьмом, где пиарится эта платформа Рабиновича, Путина. Ну и соответственно местный вот этот вот царек, о котором я уже много писал, Владимир Пилипейко. Город его знает очень-очень хорошо. Знает его как афериста, который начинал свою карьеру с малолетки, с кражей металлолома. Он воровал бочки, садовый инвентарь. Все бабушки, дедушки это помнят и рассказывают открыто. Я тоже уже публиковал видео, где открыто люди рассказывают о всем, что связано с металлом и Пилипейко. Дальше он начал красть плюки, дальше дошло до того, что у людей по всей области даже оградки пропадали, которые потом находили на металлобазах Пилипейко. То есть он раскрутился, уже купил себе металлобазу и вперед. На сегодня еще товарища Пилипейко, представители русского мира Пилипейко, я так скажу, знают, как монополиста по вырезанию лесов в Сумской области. Я буквально вчера написал статью на блок-платформе Enigma, где мне даже ребята со спутников показали фотографии с вырубками лесов. То есть, ну, я не знаю, там эти полосы, где-то треть лесов реально вырезаны уже. И лесовозы, прямо вот мы с вами сейчас разговариваем, лесовозы день и ночь ходят в непонятных направлениях, какие-то на лесопилку, какие-то, возможно, на Россию. Ну, это возможно. Вот, также говорят о некоторых заведениях, рассказывают о клубе Орфей. Я не буду это утверждать. Есть у нас национальная полиция, которая занимается борьбой с наркотиками, наркотрафиком и так далее. Поэтому в этот вопрос я заходить не буду. Это, ну, для меня сегодня всего лишь слухи, о котором говорит весь город, что Пилипейко связан как-то с оборотом наркотиков, которые можно и купить, и даже сразу, как говорится, использовать, и спробовать в некоторых там ночных заведениях. Но, опять-таки, я этого не утверждаю. Так вот, Пиарик Пилипейко, понятно, его газета, везде его лицо. Вот, он здесь во всех апоглуховских СМИ чистый и пушистый. И садит картошку, поливает цветы по всему городу, там, укатывает собственноручно асфальт и так далее, и так далее. То есть, вылизанное такое СМИ. И, в принципе, то же самое происходит и в интернете. То есть, здесь я ознакомился с интернет-изданиями. Все они принадлежат практически Дыркачу. Вот, и, соответственно, на этих всех изданиях у нас товарищ Пилипейко просто вылизанный, красавец такой вообще чистый, пушистый кандидат, чуть ли не в президенты всего мира. Вот, ну это понятно, это вражеская газета, я еще раз говорю, это мой враг номер один, не только как конкурент по 160 округу, по выборам. Это мой враг и вся вот эта его компания, это мои враги по моей гражданской позиции, по моей проукраинской позиции. Вот, и вот попалась мне такая интересная газета, антивражеская. Эта газета называется Немовчи. Вот, это патриотическая газета, которая наравне с вражеской газетой выпускается здесь Шостка, Конотоп и так далее. Хочу сейчас сразу еще обратить внимание о том, кто между тем и тем и точится здесь основная война на 160 округе. Значит, основная война идет между двумя кандидатами. Вот, один кандидат это Молоток, Игорь Молоток. Второй кандидат это вот это вот пророссийское чудо. Вот, вот это здесь основная идет между ними борьба. И, соответственно, на всех ресурсах того же Дыркача, с которым аффилирован вот этот вот Пилипейка, также идет война Чернуха против этого Молотка и так далее. Вот, ну, наравне с этим я же говорю, что я нашел патриотическую газету. Вот, она называется Немовчи. Вот эта патриотическая газета, друзья, принадлежит одному из самых главных патриотов Украины. Одному из самых главных, лучших мэров города, это мэр города Конотоп, Артем Семенихин. И вот сейчас я хочу вместе с вами показать вам эту газету и вместе с вами разобрать, как у нас патриоты, как у нас свободовцы воюют за нашу Украину, как помогают мне, человеку с Майдана, человеку, который с 2014 года находился в зоне АТО, как они помогают мне мочить русский мир. То есть я рассчитываю, что в этой газете, вот здесь будет она обвешана Пыл и Пейком, вот, где написано, что это русский мир, где написано, что это продажная мразь и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, давайте смотреть. Значит, друзья, первая страница, вот, не знаю, видно или не видно, у нас пиарится, вот, кандидатом в депутаты идет вид команды Семенихина Олена Сердюк. Вот, в принципе, я не буду говорить, кто такая Олена Сердюк, все в Конотопе говорят почему-то, что это его сожительница, но это их личные проблемы. То есть здесь пиарится Сердюк о том, что она идет в кандидаты, она идет от команды Семенихина и от объединенной партии, то есть ее Сумская область, от объединенной партии Свобода, Азов и Паравый сектор, ее избрали как кандидата среди других кандидатов. Вот, далее, идут рейтинги, вот, у нас тут слева идут рейтинги, я буду эту, ну, хочу сказать сразу, я буду перефотографировать эту газету и ее публиковать у себя на Бондаренко.Лив на блоге, в Фейсбуке, то есть можно будет более детально рассмотреть, что здесь написано. Значит, по рейтингам у нас ставится первый Семенихин, второй Владимир Пилипейко. Вот что-то я не могу понять, как Семенихин вообще может, по сути, даже фамилию употреблять человека, который является врагом Украины. Насколько я знаю, даже по идеологии Свободы, это враги. Ну, ладно, рейтинги так рейтинги. Хорошо, идем дальше. Значит, и вот на первой же странице в Конотопе звучит фамилия молоток, плануя пиар, то есть и так далее. То есть мочится молоток. Очень интересно. То есть мочится молоток вот здесь у Пилипейко, это главный враг Пилипейко. И мочится он на странице Семенихина. Ну, ладно, идем дальше. Развернем эту газету. Я ее покажу. Значит, идем дальше. Эксклюзивное интервью Конотопа Артема Семенихина. То есть далее пиарится непосредственно Артем Семенихин. Вот. Тут статья. Аферист молоток. Моча молотка. Замечательно. Нардеп молоток в краб. Угу. Опять молоток. Переворачиваем третью страницу. Какая-то приватизация округив. Опять Нардеп молоток. Опять его долбят. Потом опять Нардеп молоток. Видмазуя своих. Опять молотка лупят. Вот какие-то фотографии и так далее. То есть вся газета, по сути, мы уже видим. Пиар Семенихина. Пиар его вот этой вот свободовки, патриотки. Тоже сожительницы Сердюк или Смердюк. Вот. Ой. А вот здесь вот какая-то внизу интересная фотография. Хочу я вам показать. Видите, да? И что-то мне эта фотография напоминает вот этого черта. Черта пророссийского. Вот. И написано Владимир Пилипейко. Мне интересно, товарищ Семенихин, патриот, националист. Ты ни хера не попутал там случайно. Я зачитаю вот эти вот. Значит, депутат Семской областной ради В. Пилипейко за допомогу армії отримал подяку. Пряма мова Пилипейко с фото ФБ сторинки. Двоеточие. И пошла цитата. С гордостью тримаю в руках подяку. Ребята. Это же пиар. На странице патриота Семенихина, в газете патриота Семенихина, пиарится непосредственно Вовочка Пилипейко, который идет от жопоплатформы за життя. Путин, Медведчук, Рабинович, Левочкин, Бойко и прочие. Я не хочу выражаться, чтобы блокировали мое видео. То есть, о чем можно дальше разговаривать. Я переворачиваю страницу уже, чтобы досмотреть дальше. Газета состоит из таких вот, по сути, раз, два, три, четырех страниц. И заканчивается всем Веськова администрация нардепа Молотка Уконутопи. На фотографии стоит человек с бланжем под глазом и бутылкой водки в руках. И на фотографии я узнаю командира батальона Киев-2 Богданова и Цеховского. Я даже не хочу говорить о методах, вот об этой грязи. Во-первых, как может патриот, якобы патриот, националист, якобы националист Семенихин, якобы атошник, я по-другому не буду теперь говорить, командира добровольческого батальона, который состоял на 70% из ребят, которые прямо с Майдана уехали в зону АТО, как можно этого человека просто-напросто так травить. Травля, это настоящая травля. Вот это все дорисовывать. Я не понимаю, к чему даже эта бутылка водки. У нас весь батальон знает, что Богдан не пьет даже пиво. Это знает весь батальон. И к алкоголю, и к алкоголикам он относится жестко. Было разное в батальоне, что осталось в батальоне. Я не буду этого озвучивать. Но люди, которые нюхали алкоголь, они сразу же складывали оружие и уезжали в город Киев нахер. Это отношение. И товарищ Семенихин пускает в своей местной газете командира батальона, который с 2014 года по 2017 находился на передовой и управлял сначала батальоном, а потом сведенным полком. Вот он его просто-напросто сейчас травит. Это я вам просто говорю о том, что Семенихин делает, как работает Семенихин. То есть тенденция и направление Семенихина очень просто. Оно полностью совпадает почему-то с вот этими товарищами. Вот с этими товарищами. Они, значит, эти товарищи, да, то есть русский мир бьет здесь этого молотка. Его же бьет Семенихин. И более того, Семенихин еще и пиарит эту мразь. Ребята, буквально несколько дней назад я записал видео, когда ехал с Ум на Шостку. Я записал видео, где сказал, что я в ближайшее время дам факты о том, что а-ля патриот, националист Семенихин работает на Дыркача, работает на Русский мир, работает на Пилипейка. Ребята, вот вам первое и основное, одно из основных доказательств. Теперь далее я хочу провести другие факты и параллели. Первое. Я буду коротко. Значит, есть такой у нас свободовец-касатик Игорь Мирошниченко. Знают его все, в принципе, застройщики в городе Киеве и в области. Он депутат КМДА. В политику его провел всю дорожку, ему сделал товарищ Дыркач. Об этом знает вся Сумщина. То есть это не секрет ни для кого. Это зашкваренный такой депутат сейчас, который щимит застройщиков, качает их на бабло и так далее. Второе. Весь Канатоп знает о том, что Семенихин искал деньги на предвыборную. И, соответственно, в Канатопе бегал по всем бизнесменам и так далее, просил денег. Но денег ему никто не дал. Объясню, почему. Это, в принципе, может быть связано с тем, почему ему проломали голову. Это может быть напрямую даже связано. И более того, я думаю, может быть с этим именно и связано. Семенихин должен очень много денег. Кого-то что-то наобещал, у кого-то что-то взял. Суммы от 50 тысяч долларов. Я знаю только троих человек, которым он должен. Я лично знаю, с ними общался. Он им ноет все время. Меня убрали с мэра. Я не могу ничего решить. Денег пока нет. Я сейчас вернусь. Кому должен, я решу. Кому должен вернуть деньги, я верну. И это все продолжается уже какой-то год или сколько. С момента, когда народ в Конотопе встал. И пинками Семенихина чуть не выкинул в мусорные ящики. И, соответственно, не дали ему денег в Конотопе. И за три дня до того, как он подался. А он подался, кстати, вместе со своей Аленой Свердюк. Его видели в Шостке. Шостка, опять-таки, город Плэпейка. И его видели здесь с людьми Плэпейка. То есть человек приехал за деньгами и договорился. Но я не буду это утверждать. Я провожу параллели для того, чтобы вы понимали, что происходит. Теперь дальше. О том, как технично в Посумской области националисты выдвигали своего кандидата. Кандидатов было много. В том числе боец, настоящий боец с 2014 года. Активист Конотопа. Человек, который с 2014 года служил в батальоне Азов. Он действительно служил. Его знают все. То есть прошел и Крим, и Рим. Он тоже подавался. Но его выдавила сердючка. То есть, в принципе, по 160 округу проголосовали за нее и выбрали ее. И что произошло далее? Несколько дней назад Сердюк снялась с выборов. Таким образом, они убрали активиста города, который стал бы комом в горле для Пылы Пейка, который бы стал комом в горле для Дыркача. Он и сейчас ком в горле. Потому что именно он и его ребята сносят палатки этой российской мрази. Именно они чуть ли не пинками гонят этот русский мир, этого Пылы Пейка. Есть вид его в интернете, где он приходит и говорит, Пылы Пейка, разворот на 180 градусов и пошел нахер с Конотопа. Мразь, ты привел русский мир туда, а здесь мы не дадим вам привезти русский мир. Так вот этого парня, этого активиста, этого бойца убрала Сердюк. А потом убралась сама, чтобы не мешать никому. Понимаете, о чем идет речь? Привожу далее. Значит, о том, что... Да, интересно еще наблюдать за самой вот этой Еленой Сердюк, которая говорит о том, что она патриотка. Зайдите к ней в ленту и посмотрите ее публикации. Первое. Она публикует рейтинги, в котором называют главных людей, которых изберут Пилипейка и Семенихина. Ребята, неужели националистов поднимется рука напечатать, что Путин имеет рейтинг одного из лучших мировых лидеров? А у нее патриотки, националистки, свободовки, это происходит очень спокойно. Теперь дальше. Сердюк публикует местного журналиста, а-ля какого-то там, а-ля журналиста, а-ля какого-то блогера по фамилии Тахтай, который, по сути, пишет уже... Который поддерживает Пилипейка. Он обращается к нему, Владимир Пилипейка, публикует его фотографии, посты и так далее. Который мочит того же молотка, которого мочит Сердюк Семенихин и вот этот вот ОПА-блок. И они мочат меня, человека, который рассказывает Украине вот об этом Вовочке, а-ля сепаратисте, не признанном пока официально, к сожалению. Этот Тахтай еще в 16-м году, я уже заскринил эти ролики, посты, еще в 16-м году поздравлял Украину с Новым годом, запуская ролик у себя, новогодний, с Новым годом, Россия. Этот Тахтай с 16-го или 15-го года ездил в Киев на митинги, которые организовывал Рабинович и Мураев и многое другое. Сойдите к нему в ленту, к этому Тахтаю, и посмотрите, кто этот человек. И вот эта вся грязь, которая у него появляется на меня, она автоматом появляется у вот этой вот патриотки Серждюк или Смердюк. Не знаю. Далее. Очень интересно то, с чего, в принципе, все у меня началось, и то, что порезало уши. Еще в больнице там умирающий полуживой Семенихин наутро уже давал интервью, в котором четко сказал, не голосуйте за меня, но главное, не голосуйте за молотка. Ребята, с молотком тут свои разборки, с молотком тут своя история. И, в принципе, о нем можно говорить, но я не хочу там помогать ОПО-блоку и так далее. Я скажу другое. Что сказал этими словами Семенихин? То есть Семенихин признал кандидатов от ЗЕ, то есть они хорошие. Семенихин ПЛП-йка признал хорошим. То есть, ребята, голосуйте за ПЛП-йка. Главное, не голосуйте за врага ПЛП-йка, за молотка. Все. То есть это еще один такой вот интересный факт. Ну, и опять-таки, возвращаясь к главному, что я приехал в этот регион, я поставил крестики, нолики, за кого я могу даже поддержать и против кого я буду здесь работать. Я поставил крестик на ПЛП-йка. Я публично сказал, что это враг мой номер один. Этот пророссийский, российский, путинский кандидат. И после этого Семенихин и Сердюк, их там вот эта вся батаферма грязная, в фейсбук-соцсети начинают мочить меня. То есть вместо того, чтобы помогать мне, как патриоту Украины, расправляться с вот этим вот пророссийским, вернее, российским кандидатом, они помогают ему и мочат меня. И вот самое главное, о чем я хочу сказать, даже если вас не удивило даже пиар в газете Семенихина, пиар, по сути, неважно. Вы понимаете, что вот эта фотография, это могла быть даже фотография Путина. Вот эта фотография, она могла быть даже Бойко, Медведчука. Какая разница, у Бойко здесь рейтинги и так далее. То есть неважно. Это тот же самый Путин, это тот же самый Бойко, это тот же самый Медведчук. Он их представитель, он идет с ними в команде. Так вот, он сейчас находится в газете Семенихина «Немовчи». Вот. И я заканчиваю на том, что я хочу напомнить, обратиться к националистам, обратиться к патриотам, атошникам и напомнить идеологию свободы. По самой идеологии, жопа-платформа, это должен быть враг номер один для свободы. Но вместо этого у нас этот враг пиарится у свободы. И самое главное, хочу сказать, ни Семенихин, ни его вот эта сожительница Сердюк, они ни одного слова не сказали о том, что по их округу идет сепар, идет вражина, идет вот этот вот известный Афиюга, Пилипейка. Они ни слова об этом не сказали. Друзья, думайте, и я хочу еще раз напомнить о том, что Семенихин на видео, которое там полукраина или Украина смотрит, это не тот Семенихин, который есть на самом деле, не тот житель Конотопа, не тот мэр Конотопа, не тот патриот, не тот националист и не тот свободовец. Вы видите одну картинку, на самом деле все наоборот. Это как Голобородько и Зеленский. Смотрели Голобородько, а выбрали Зеленского. Вот и все, ребята. Всем пока, я еще буду записывать стримы. Заходите на мою страницу, подписывайтесь, Ярослав Бондаренко, блог Ярослава Бондаренко в Фейсбуке, и читайте новости о регионе, о выборах, о том, что здесь происходит на Сумщине и по 160-му округу. Всем пока и спасибо. Удачи.